Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Благодарю вас всех, девочки, за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши теплые пожелания, за вашу доброту, что вы со мной. Всем спасибо огромное, девочки и мальчики. Сейчас давайте сделаем ночное гадание на ночь глядя. Поздно, но все равно сделаем сегодня. Посмотрите на Христового Короля, что нам карты покажут. О чем он думает, какие планы, какие мысли о вас, о ком-то. Посмотрим, что он думает, наш престол и король. Посмотрим на ночь глядя, должна выйти вся правда. Посмотрим, что за мужчина к нам пришел, в каких он энергиях находится. О чем он думает, кого он любит, какие мысли, планы в будущем. Ну, все, что карты покажут, все прочитаем, девочки. Посмотрим, что у него сейчас происходит, что будет в будущем. Посмотрим. Так, посмотрим, что же тут покажут нам карты сегодня на ночь глядя. Так, Христовый Король находится в будущем. Думает он о будущем, о червовой даме. Радуются оба. Тут какие-то у них проблемы будут в будущем, но радуются оба. Так же он, общение с червовой дамой будет любовного характера. Так же он будет хлопотать и к бубновой даме, девочки. Тут, знаете, тут, наверное, 50 на 50. С кем он расстанется, у кого все разрушится, он не знает. То ли с червовой дамой, то ли с бубновой дамой. Видите? Или она, или она. Кто-то уйдет. Ну, здесь я вижу, что бубновая, наверное, уйдет, девочки. Видите? Бубновая дама на пороге пустота. Ее интерес пустой. С ударом в будущем, с скандалами, с бубновой дамой. В будущем он с червовой дамой остается, а с бубновой расстается. Видите? Карты какие тут вышли. Ну, а сейчас, сейчас в данный момент он очень интересуется червовой дамой. Здесь есть встречи, свидания, общения есть с бубновой дамой. Какой-то удар получит от ее слов. Какое-то разочарование будет. Также здесь червовая дама. Тоже какой-то холод идет от нее. Но все-таки, как бы ни было, может быть, червовая дама обижается, что он ходит к бубновой даме, да, вот, слушает вот это все, да, вот. И червовая дама тоже обижается. Но все равно он любит червовую даму, девочки. Видите, надеется на червовую даму. Встречи все равно будут. В прошлом были встречи с бубновой дамой, вот, считал ее очень благородной, желание было к ней. Также он ходил к червовой даме. Здесь через бубновую даму были магии к червовой даме. Видите, через ее разговор идет вот это к червовой даме. Ну, и крестовый король все-таки хлопотал червовой даме. Так, здесь бубновый король тоже, может быть, какой-то хотел, какие-то надежды были на червовую даму, но он узнал, что крестовый король здесь есть и сам сразу отвернулся. Так, здесь были встречи, сперва были переписки, а потом начали встречаться. Червовая дама не любила вначале, ну, а потом какой-то интерес у нее тоже появился. Ну, и сразу тут бубновая дама что-то сделала им, что-то сделала червовой даме. Вот такие негативные действия. Ну, и все-таки он и сейчас тоже встречается, и в будущем тоже хочет быть с червовой дамой. Тут с бубновой дамой все пустое, расстаются со скандалом, с крупным скандалом они расстаются. Ну, посмотрим, как в раскладе это все проиграется. Мы узнали, в каких он энергиях, кого любит, с кем встречается. Посмотрим дальше, что нам в карте расклад, что скажет, посмотрим. Итак, на ночь глядя, что покажут карты на крестового короля. Что нам карты сегодня скажут. Как всегда, вы червовой дамой, ваш мужчина крестовый король. Ну, а дама, как всегда, будет соперницей. Под сердцем, в свой интерес, в своя жизнь. Думает о работе. Хлопоты все о себе, девочки. В голове, в мыслях, на пороге. Что было, что будет. В голове, в мыслях, что-то он печальный, очень какой-то закрытый, замкнутый, печальный, грустный. Вообще, в своих делах, в своих общениях, разговорах, что-то очень грустит крестовый король в данный момент. На пороге. Ой, на пороге тоже одна пустота. Злость на бубновую даму. Злиться на бубновую даму. И грустит девочки. В прошлом были встречи с червовой дамой. Были частые встречи с червовой дамой. В будущем здесь бубновая дама появится. И у них будет ссора. Здесь бубновая дама придет на свидание. И Христовый тоже придет, как бы, но между ними будет ссора. Здесь Христовый король, может быть, дарил подарки червовой даме. Так проиграется с одной стороны. Также может проиграться так, что он ходил на свидание и к червовой даме, и к губновой даме. Тоже интерес имел. Но чаще он ходил с червовой дамой, девочки. Так, в будущем, в будущем здесь бубновая дама проявится. Будет попадать. Здесь я вижу, что он очень грустный. И хочет поговорить. Здесь будет очень тяжелый и неприятный разговор. Будет с бубновой дамой. Как она появится, так сразу у них будет и ссора. И вообще Христовый король в своей жизни не хочет быть с бубновой дамой. Здесь у них очень много проблем с бубновой дамой. Видите? Поэтому он грустный, печальный. И хочет разговор завести с бубновой дамой. Очень неприятный и очень тяжелый. Тут ссора будет у них. Так, ну здесь тоже, вот видите, он надеется на червовую даму, встречи здесь будут еще, встречи есть, ну и также вот лубновая дама придет со своим разговором, ее разговоры он не будет слышать, он будет злиться на нее, ну что она вообще что-то говорит о любви, о делах, это он не слышит, и он злится за это. Злится будет прямо на пороге, ну и в будущем он думает о червовой даме, здесь это надежда бубновой даме, здесь он на нее не надеется, здесь он не разочаровался, здесь у них скандалы, здесь все рушится, здесь бубновой даме вообще очень все плохо, девочки, не то что я хочу так, но так показывают карты. На сердце любовь к червовой даме, думают о ней, интересуются, ну и считают ее очень благородной дамой, девочки, видите. Так, король, который пришел к нам, он действительно любит червовую даму, и очень большой интерес, и карта брака вышла, он очень хочет быть с ней прямо-прямо сильно. Вот интерес большой он имеет, но он это скрывает под сердцем, да, вот. Здесь червовая дама тоже заинтересована, она тоже хочет, чтобы у них было серьезное отношение, но она иногда бывает чуть холодной. Но крестовый король хлопочет именно к ней и на сердце именно червовая дама, девочки. А тут с бубновой дамой все рушится, все идет к расставанию, и он злится на нее очень сильно. Ну, посмотрим, девочки, что будет дальше, будем смотреть. Так, карты, которые не вошли в расклад, посмотрим, что тут у них было в прошлом. Так, хлопотал он и к червовой, хлопотал и к бубновой, желание было к бубновой даме. Ну, потом что-то ему не понравилось в жизни бубновой даме и хотел поставить точку уже в прошлом. Ну, в прошлом они там ругались очень по диагностике. Ну, теперь посмотрим, какие шаги он будет делать к бубновой, какие шаги будет делать червовой. Посмотрим, что он хочет от этих двух девушек. С бубновой ничего не хочет в будущем, но посмотрим, что здесь будет. Так, вот, с червовой дамой хочет общения, теплый разговор. Также и с бубновой дамой тоже хочет общения. Неожиданно заинтересуется к бубновой даме. Здесь я вижу, что он любит червовую даму, но дама червовой немножко холодно к нему относится. Так, надеется на серьезные, серьезные намерения крестового короля на червовую даму. У них очень все серьезно, и тут карта брака вышла, у него намерения очень серьезные. Ну, и какие-то хлопоты будут в новой даме. Тут какие-то встречи у них будут еще. Да, здесь будут встречи, и у них будет ссора. Не крупная, но так, ссора будет. Хочет он жить с червовой дамой, а не по судьбе девочки. Вот здесь частые встречи будут. Интерес большой имеет червовой даме по-семейному, хочет быть. Иногда злится на нее, обижается за что-то. Здесь бубновая дама с любовью придет, и он получит большой удар от неожиданностей бубновой дамы. Ну, и он идет с червовой дамой. Он скучает без червовой дамы, девочки. Здесь бубновая дама, хоть она надеется, но это все будет пустое. Все пустое. Бубновая дама надеется напрасно, он закроет отношения с ней. Так, смотрим дальше, девочки. Да, частые встречи с червовой дамой обижаются иногда злиться, обижаются на червовую даму. Так, что ему здесь препятствует в жизни? Ну, вот это бубновая надежда. Он все пусто делает, и он надеется на червовую даму. Надежда на червовую даму. Боится потерять. Боится потерять, и он очень переживает. Свидание с кем будет? С червовой дамой. Что его удивит? Что-то он боится с червовой дамой нормально общаться, потому что она очень серьезная и холодная, и он боится ее разговоров, встречи. Вот это его удивляет. Что одиночит его? Любит он червовую даму. Без червовой дамы одиноко, печалится, любит действительно. Здесь червовая дама тоже любит, но она просто свой характер показывает ему. Что же его тревожит? Тревожит его червовая дама. Опять-таки его тревожит. Может быть, он хочет ей подарок сделать. Тревожит червовая дама. Может быть, тревожится, чтобы бубнова дама тоже придет с интересом к нему. Что же его порадует? Здесь он очень интересуется, будто попадает червовой даме. Чем он успокоится? Каким-то королем казеном успокаивается. Для него, для дома, для сердца, что было, что будет, чем он успокоится. Так, для него, для нашего короля. Так, думает он в будущем быть червовой дамой. Хочет он жить с ней богато, девочки. Чтоб не нуждался он в деньгах. Для дома. Для дома тоже он очень считает благородной червовую даму. Очень большой интерес иметь червовой даме. Думает только о ней. На сердце немножко боится он. Боится чего-то. Боится вот этого брака. Вдруг что-то не так будет. Вдруг не сложится. Боится. Что было в прошлом? В прошлом у него были надежды и на червовую, и надежды на новую даму. Ну, здесь червовая дама, видимо, очень серьезная. И чувства у нее тоже были какие-то холодные. Что же будет? Здесь будет он любить червовую даму. Боится потерять. Боится потерять и очень переживает. Успокаивается он. Он не успокаивается. Он переживает очень. Для него. Вот неожиданно какие-то деньги он получит и пойдет червовой даме. Может быть, хороший подарок сделает. Или кольцо что-то такое купит, дорогой девочке. Неожиданно деньги получит и сделает подарок червовой даме. Для дома. Для дома тоже думает. Думает, интересуется о червовой даме. Думает он. Считает ее благородной. Интерес большой есть. Также звонки, переписки будут. И это тоже какое-то известие он получит. Неожиданно хорошее известие. Какой-то звонок известия получит. И после этого известия он пойдет с интересом червовой даме. На сердце тоже желания, планы. Надежды, планы есть. Переживает. Вдруг что-то не так будет. Переживает. Но он думает. Он думает, что может быть он хочет ей сделать даже предложение. Думает об этом. Так, что было? Была любовь, была встреча из червовой, из бубновой. Что же будет? Очень он боится потерять червовую даму. Без червовой дамы ему никуда. Поэтому он очень сильно боится. Чем же ты успокаиваешься? Здесь точку поставит бубновой даме. Будет хлопотать червовой даме. Переживает, скучает, страдает. Также с бубновой дамой тоже какие-то у него разговоры будут холодные. И закроет дороги, встречи с ней. Больше он к ней не пойдет, девочки. Так, смотрим дальше, девчонки. Смотрим дальше. На ночь глядя. Ночью очень выходит все верно, говорят. Очень боится наш король. Очень боится, очень переживает. Смотрит прямо душевно, прямо сердце разбито, боится сильно. Ночью всегда правда выходит, девочки. Гадайте по ночам, если есть такая возможность. Если захотят вам смотреть, то ночью это самое хорошее гадание. Деньги получит хорошее неожиданно. Какое-то известие получит. Хорошее известие получит. Может быть, звонок будет от бубновой дамы, да? Что она любит. А он получит удар. Это известие уже неизвестие. Так, здесь бубновая дама очень надеется на серьезные намерения крестового короля. Но это все не так. Здесь пока хлопоты пустые червовой даме. Но общение будет продолжаться. Теплый разговор будет. Любовь у них есть. Встречи есть. Иногда холодные встречи бывают. Иногда он с червовой дамой тоже какие-то разговоры ведет холодные, тяжелые. Не только с бубновой, но и с червовой дамой тоже. Но все-таки у него желание к ней есть. Так, крестовый король куда-то хочет идти на пьянку, где есть спиртное. Но потом передумать не пойдет. И вот интересоваться и тех хлопотать червовой даме. Ну, посмотрим дальше, что же тут, чем закончится, с кем же он останется. Но пока с червовой дамой он хочет быть. С бубновой нет. Ну, посмотрим. Пока посмотрим. Надеется он на червовую даму. Вот надежда червовой дамы имеет. Думает о ней. Не хочет потерять. Здесь бубновая дама все-таки расстается. Расставание будет очень тяжелым. Она уж очень сильно надеялась. И у нее будет прямо удар сердечный. Сердце у нее разобьется. Бубновая дама. Она очень надеялась, что у них серьезные намерения. Так, здесь он хлопотать. Перестань бубновой даме. Она сама будет интересоваться. Но он не пойдет, девочки. Он не хочет идти. Если он к ней пойдет, он потеряет червовую даму. Поэтому он не хочет. Что за интерес у него нашего крестового короля? Так, интерес. Это его интерес. Это его работа, его жизнь. Злиться сам на себя. Что-то не так, наверное, сделал. Злиться. Что червовая дама иногда холодно к нему относится. Ну, он считает себя виновным. Ну, что ходил бы в новой даме, видимо. Да, вот. Червовая дама сразу дуется, как он идет бы в новой даме. Но все-таки интерес есть червовой даме большой. Так, здесь, может быть, звали его куда-то посидеть, выпить. Он не захотел. Я думаю, он не любитель пить. Не любитель пить. Здесь он хочет червовой даме сходить. Наладит отношения. А то она очень печальная. Поговорить с ней. Сказать, что он любит ее. Хочет наладить отношения. Ну, и наладится там. Тут бы в новой даме проявит себя со своими хлопотами. На свидание придет. Но он закроет эти отношения. Видите, перевернута. Дорога перевернута к новой даме. Разговаривать не хочет. Если даже и они встретятся, то это будет очень холодно. И даже будет крупная ссора. Так, опять в новой появится, девочки. Видите, она неугомонная. Любит крестового короля. Появится. Но он все-таки серьезное намерение иметь червовой даме. Желание все к ней. Теплый разговор будет с червовой дамой. В новой все-таки будет проявляться с любовью. Но проявляется, пусть проявляется. Зато он желание, надежды, серьезные планы. Все в червовой даме, девочки. Ну, вот такой расклад. Все хорошо заканчивается. У кого такая ситуация, пишите комментарии, ставьте лайки. Спасибо всем за обратную связь. Не все сообщения, комментарии не успеваю читать. Но стараюсь так пробежать, посмотреть глазами. Поэтому пишите, девочки, свои комментарии. Ставьте лайки. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем удачной жизни, любви. Во всем, что все весло, девочки, мальчики. Всем до свидания. Доброй ночи всем.